добрый день меня зовут алексей красиков добро пожаловать на канал невроза мегаполиса сегодняшний вечером я решил записать новый ролик и ответить на вопросы которые задают потому что вот нас спрашиваю у меня где-то 600 с чем-то вопросов неотвеченных из почти 4 тысяч отвеченных вконтакте более полутора тысяч неотвеченных писем я прошу прощения перед теми кому я не могу ответить или отвечая долго или их письмо остается без ответа не правда от этого но не совсем позитивно потому что хотелось бы чтобы каждый получил ответ и максимально развернутый и полезный но к сожалению формат 24 часа в сутки и мой объем работы не позволяет отвечать каждому поэтому снимаю много видеороликов на эту тему и сегодня я вот вы писал самые часто задаваемые вопросы и решил сделать такой некоторый блиц по этим вопросам которые вы задаете итак давайте начнем постараюсь не растягивать ролик потому что говорят что долго часовой ролик слушать тяжело но ребят хочу вам сказать что вообще понимание сути панические панических атак неврозов кардиофобии прочих фобий это достаточно долгий и ответственный процесс и вот так за пять минут вам нарисовать показать что-то невозможно вы прекрасно видите что у меня роликов на десять там не знаю на сколько часов часов на двадцать уже на тридцать и с каждым роликом узнаете что-то более новое 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 поэтому работа с психотерапевтом это постоянно узнавание как и новой информации для себя так и новых аналитических моментов которые в себе находить невозможно вот так вот алексей помоги чё делать у меня откроет чё делать скажи как вылечиться или допустим но вы можете сказать конкретно что мне надо сделать чтобы вылечиться от панической атаки или алексей но почему вы не можете сказать конкретно что мне делать и как мне вылечиться такие вопросы задают люди которые в принципе но пока что не понимают в чем суть их расстройства, потому что конкретный ответ на такой вопрос – это идти к психотерапевту, на что человек парирует. Ну как? Это же надо к психотерапевту пойти, ну чё, я же там был уже, мне таблетки выписали, ну и чё, мне по-прежнему плохо? Да, это правда, вам по-прежнему нехорошо, про таблетки я сегодня отвечу. Или, допустим, такой ответ. Ну как, Алексей, я же там был, она мне не помогла, значит вообще пипец. Значит, психотерапия не работает, психотерапевт мне не помог, значит всё. Чё это за психотерапия такая, я буду, я, вообще это ужасно всё. Нет. Я тоже отвечу сегодня на этот вопрос. Ещё задают много вопросов на тему детских отношений и невроза. Тоже отвечу сегодня. И на тему ВСД, невроз, паническая атака. Перепутали вообще терминологию. К сожалению, запутались. Судя по вопросам. И я попробую расставить, навести некий порядок в головах. Печально другое, что вы, дорогие мои зрители, не должны разбираться в этом. Что такое невроз, что такое вегет сосудистая дистония, что такое панические атаки, как формируются фобии. Вы не учились на психотерапевта, на психолога-консультанта, на гештальтерапевта, на когнитивного терапевта. Вам не обязательно знать огромное количество информации и иметь несколько тысяч часов практики для того, чтобы отвечать за свои слова. и как-то подкреплять их практически. Плохо другое, что многие наши коллеги, ну, как-то очень странно относятся к пониманию темы невроза, и очень странно относятся к пониманию темы того, что они говорят пациентам. Ну, классический пример, когда врач говорит «О, у вас ВСД, голубчик!» Всё, ну, это в принципе нет. Это вот теперь вам надо с этим смириться. Это на всю жизнь, это надолго. Или, допустим, такая фраза «У вас вот да, у вас вот да, да-да-да, это всё, конечно, тяжело вам будет теперь, тяжело». Ну что, пустырничек, валерьяночка, да, это от головы у вас, конечно, голубчик, да. В общем, не знаю даже, что с вами делать, ну, там, сходите, я не знаю, к психиатру. И вот такие замысловатые ответы врачей, от которых ждут помощи и подсказки, они, конечно, ставят в тупик. Иногда врачи могут совершенно сказать какие-то странные вещи, что это не лечится, что это пожизненно, что это всё, вот у вас шибко и сбой произошёл, теперь только таблетки надолго. К сожалению, этот ответ очень архаичен. Но и часов. Потому что он архаичен в том плане, что так примерно мыслила медицина где-то в районе 70-х, 80-х годов, где, собственно говоря, термин «вегетососудистая дистония» и начал особо так прогрессировать в нашей стране, когда вся европейская часть людей, и науке, и учёных стала понимать, что за этим, собственно говоря, вегетативным напряжением стоит не что иное, как невротические расстройства. Ну так, это такое прелюдия. Давайте конкретно вопрос-ответ. Вопрос-ответ, да? Поехали. А, что хотел ещё сказать. Мне тут показали... Круто! Мне очень понравилось. Значит, чувак, врач, причём, как я понял, видимо, выглядит примерно так. «Ты хотел узнать, что такое ВСД?» Ты пытаешься найти ответ. Ты его нашёл. Вегетососудистая дистония – это всё из-за вашей печени. Потому что у вас плохо с печенью, поэтому у вас это, 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 это. Приходите ко мне, почистим печень, всё с вами будет хорошо. И это говорит врач. Слава Богу, что он не из России. Повезло человеку. Но, вот, в принципе, у меня возникает вопрос к таким людям. Они либо, вот, вообще не понимают, что такое вегетативная дисфункция и что такое невроза, либо это не врач, и он просто вот как-то хочет почистить людям печень. Другой вариант мне показали, очень популярна в ВКонтакте эта тема, травы и диск, который помогает, заметьте, исцелить и навсегда избавить от ВСД. Товарищи, не будьте лохами. Вегетсосудистая дистония, неврозы и панические, тревожные, фобические расстройства – это расстройство, которое достаточно долго уже с вами, и это основа вашего характера. Я сегодня вам это нарисую. Кое-что происходит с вашим характером, вы это сегодня поймете, что вызывает хроническое затяжное напряжение, в виде чего возникают защитные психологические механизмы. Никакие травы, никакие манипуляции, никакие прочие вещи, которые можно добавить в траву, заварить травку или еще что-то, или записать на диск исцеление от невроза невозможно. Объясню сегодня почему. Поэтому будьте умнее, будьте современней и понимайте, что нельзя относиться к терапии неврозов и панических расстройств как к стоматологии. Пришел, открыл рот, вам посверлили, ушел. Потому что таким образом вы будете относиться к психотерапии. Пришел, открыл рот, что-то непонятное сделали, я не получил никакого результата, мне по-прежнему плохо. В чем проблема? Вот нельзя так относиться к психотерапии, как к обычной стандартной медицине. Потому что невроз это внутреннее противоречие внутри вас, против самого себя и против обстоятельств, которые вас окружают. Это не просто ошибка какого-то процесса, где надо принять таблетку и вас отпустило. Или, допустим, ну всего лишь на все применяйте год или два таблетки и вам будет хорошо. Дорогие мои, если бы неврозы лечились таблеткой, которую надо всего лишь на все применять год или два, на нашей планете никогда бы давно уже не было неврозов. Потому что все бы пили просто бы таблетки в разных вариантах, невроз бы заканчивался через год, и в конце концов они бы более-менее закончились. Но как показывает практика, и вы это видите, что количество неврозов и панических расстройств растет с года в год. Фармакобизнес развивается, синтезируются новые препараты, новые комбинации разрабатываются, но, к сожалению, количество неврозов все больше и больше. Единственное, что принято Мировой Ассоциацией Психотерапевтов, признан самый эффективный метод психотерапии неврозов, это когнитивно-поведенческая терапия. Конечно, она подходит не в 100% случаев. Когнитивно-поведенческая терапия доказала свою эффективность при тревожном расстройстве, при паническом расстройстве, при генерализованном тревожном расстройстве, при обсессивно-компульсивном расстройстве, при социофобии и с постстрессовым синдромом. Вот эти пятерка доказанных научных результатов. Как это происходило? Как его доказали? Взяли людей с жалобами до психотерапии когнитивно-поведенческой, прошли эту терапию и замерили результат за определенный период. И сделали это исследование, несколько сотен людей подвергли такому исследованию и нашли прямую корреляцию, то есть прямую закономерность. Другие методы психотерапии не показали такой четкой корреляции, потому что очень тяжело измерить в других методах какие-то результаты. В когнитивно-поведенческой терапии очень просто измерить результаты. В лифте боялся? Боялся. Теперь боишься? Нет. Круто. Там боялся? Боялся. Теперь тут боишься? Нет. Тут ты что думал? Так. Да. Теперь ты что думаешь? По-другому. Все. То есть очень простая корреляция, чтобы посчитать результат. Поэтому психотерапия когнитивно-поведенческая входит в американскую страхование... В американскую систему страхования жизни. По-моему, там еще что-то входит, но я не помню точно что. И все. Даже наш уважаемый психоанализ туда не вошел, потому что достаточно долго. В современном мире у людей нет времени заниматься год, два, три психоанализом. Когда его кроет, простите, вот в этом офисе, ему надо работать, деньги зарабатывать, семью кормить. Его кроет там на улицах, его кроет в метро, его кроет везде. Какой-то трехгодичный психоанализ. Когнитивно-поведенческая терапия оперирует сроком 25 сессий, в принципе. Если за 25 сессий у вас нет улучшений, значит, что-то не так либо с психотерапевтом, либо не так что-то в процессе, которым у вас происходит. Либо вы не делаете тех упражнений, о которых мы говорим. То есть, в когнитивно-поведенческой терапии есть четкая конкретика того, что надо делать. Но посмотрите мои ролики предыдущие. У нас есть определенные этапы. Есть этап, на котором часто клиенты зависают. Это то, когда надо принимать какие-то конкретные решения ввиду того, что вызывает это внутреннее напряжение. Сегодня я вам это нарисую. Итак, поехали. Умру ли я от гипервентиляции? Могу ли я задохнуться или умереть? Нет. От гипервентиляции и от кома в горле, от тяжелого дыхания, вы никогда не задохнетесь, не умрете, никто не задохнулся, никто не умер. Как бы вам ни казалось, что вам не хватает воздуха, как бы вам ни казалось, что вам тяжело дышать, что вы в метро, или вы в лифте, или вы в самолете, или вы на улице, или вы в офисе, никто еще не задохнулся, не умер от этого момента. От гипервентиляции единственное, что вам стоит ожидать, это легкого головокружения, от которого тоже вы не умрете, сознание не потеряете. Что делать при вегетативных симптомах? Я поставил здесь двоеточие, потому что их великое множество. Ребят, все, что касается с головы, сосудов, сердечных и прочих-прочих-прочих кишечных, там, мочепуловых, сердечно-сосудистых жалоб, вы должны запомнить следующую последовательность. Вы идете к вашему врачу, или не к вашему врачу, или в платную клинику, проходите обследование и задаете простой вопрос. Вам не надо разбираться в тонкостях медицины. Вам надо задать простой человеческий вопрос вашему врачу. Опасно ли это для жизни? Если она скажет вам, нет, это небольшое отклонение, это не опасно и даже необязательно здесь что-то делать, смело про это забывайте. Потому что в медицине есть очень важная штука. Первый рисунок сегодня. Есть понятие нормы в разных анализах, в разных физиологических анатомических исследований. Понимаете, понятие норма в миллиметрах, в сантиметрах, в количестве эротроцитов, лейкоцитов, в количестве солей, осадка, отклонений пролапсов, миллиметров пролапса, блокады левой ножки пучка ГИСа, сжатие висцебральной артерии на определенный процент и так далее. Есть определенные нормы. Нет тут четкой цифры, как должно быть, потому что вы все разные. И когда вы делаете ультразвук или еще что-то, это исследование фиксирует то, как оно есть. Оно может быть у кого-то в центре нормы, и врач скажет, как меня прям учили в институте. Оно может быть где-то вот здесь нормы, в другом конце, или вот здесь нормы. Иногда оно может быть на границе нормы, но все это очень широко и является не отклонением, а просто особенностью анатомического строения. В медицине признано считать, что все, что чуть-чуть выходит за рамки, считается уже не нормой. Но это тоже очень субъективно. Вот когда у вас лейкоциты повышенные, то, конечно, понятно, что возможно где-то воспалительный процесс. Когда он исключительно, ну, вышел уже за рамки, значит, что-то уже не так. Но когда мы делаем анатомическое исследование, да, вот эти пролапсы и так далее, не уточняйте у врача, как конкретно у вас отклоняется, куда. Вы просто должны спросить, опасно ли это для жизни. Если онкопроцесс, если что-то такое прям супер-пупер подозрительное, действительно ли мне что-то грозит, если врач скажет, да нет, это в принципе есть там у многих, ничего страшного. Забывайте и не интересуйтесь этим вопросом. Вам в медицине есть правило. Есть нету здоровых, есть недообследованные. Поймите, если взять любого человека в вашем городе, даже который не жалуется ни на панику, ни на страхи, ни на что, и я вас уверяю, я могу ему накатать столько обследований, и в каждом из них что-то где-нибудь да найдут. Потому что всегда будет отклонение от нормы. Нету человека, который пройдет полное диагностическое обследование, и все будет вот так вот в середине у него, понимаете? Всегда где-то что-то будет куда-то колышать. Поэтому проблема у вас в том, что вы считаете, что у вас невроз и вам плохо, надо пройти обследование, и какие-то отклонения вы принимаете за причину вашего состояния. Это ошибка. У вас это отклонение всегда у вас было, допустим, какое-то от нормы. Вы о нем никогда не знали, вы его просто нашли, потому что стали исследоваться. Понимаете? Это очень важно, потому что на самом деле суть вашей проблемы совершенно в другом. Суть вашей проблемы в том, что у вас есть вегетативное напряжение раз, и у вас есть причина на это вегетативное напряжение два. И у вас есть защитные психологические механизмы в виде тревоги, фобии, обсессии, компульсии и так далее. Три. Понятно? Поэтому перестаньте мне задавать вопросы по поводу, одни и те же по поводу вегетативных симптомов. А это опасно, а это не опасно. Вы должны четко пройти обследование и понимать, что все вегетативные напряжения, они не опасны для вашего здоровья. Это очень важно, потому что вы можете исследовать себя до потери пульса, исследовать себя всю жизнь, и ничего вам толком не скажут, кроме ВСД. Поэтому вы должны четко задать вопрос, опасно ли это, нет, не опасно, и закончите на этом. Дальше. У меня прошли панические атаки, но осталось напряжение, страхи, тревоги изменились. Теперь у меня навязчивая идея о том, что я сойду с ума, потеряю на собой контроль и так далее. Да, посмотрите мой предыдущий ролик. Вы должны понимать, что паническая атака – это не невроз, и паническая атака – это не ВСД. Паническая атака – это исключительно маленький эпизод пароксизмальной тревожности, который не имеет никакого отношения в целом к вашему неврозу как таковому. Это исключительно одно из проявлений неправильного мышления в конкретной ситуации. Сегодня нарисую, как это происходит и почему. И вы должны понимать, что сама по себе паническая атака убирается и устраняется у человека достаточно быстро. Проблема в другом, что под панической атакой кроется огромный пласт невротической личности и поведения, и мышления, с которым и нужно работать. И отсюда вытекает следующий вопрос. Какой метод выбрать? Уже ответил. Лучше когнитивно-поведенческий. Но когнитивно-поведенческому методу лично мы интегрируем еще аналитическую терапию, гештальт и экзистенциальную. Вот такое сочетание дает очень хороший результат. Как выбрать психотерапевта? Я не могу определиться. Да, действительно, есть проблемы с выбором психотерапевта. Многие задают этот вопрос. Смотрите, что лучше сделать. Вы должны понимать, что выбор психотерапевта это такой же интимный выбор, как выбор гинеколога, как выбор любого врача и как выбор стоматолога и парикмахера. Если вам не понравился один, пойдите к другому. Не понравился второй, пойдите к третьему. Но в самом деле, если вам не нравится, как парс подстригли, вы же не продолжаете к нему ходить, правильно? Вам не понравилось, как вас подстригли, и вы пошли к другому. Или если вам не понравилось, как вам вылечили зуб, и он продолжает болеть или что-то там произошло, вы просто пойдете в другую клинику, к другому психологу, к другому стоматологу. И это нормально? Так почему же вы задаете вопрос? Мне не помог один психолог, значит, я теперь разочаровался в психотерапии. Ребят, но психологов так же много, как и вас. Они тоже могут быть со своей шизой. Многие психологи, вообще психотерапевты, пришли, знаете, не от хорошей жизни. Многие пришли просто потому, что некуда было идти, они пошли на психфак просто потому, что хоть куда-то надо пойти. Ну, а что, на психфак же экзамены не очень серьезные. Вот и пошли. У нас психологов как собак нерезанных, понимаете? В каждом подъезде по психологу. Только картина это не меняет. Поэтому, когда мне задают вопрос, Алексей, какая у вас зарплата? Мне интересно, а то я тоже хочу пойти на психотерапевта учиться. Мне становится очень обидно. Потому что идти надо учиться на психотерапевта не из-за зарплаты, а идти надо учиться на психотерапевта тогда, когда вы уже прожили какой-то жизненный путь и поняли, что вам это интересно и важно, и вы можете что-то принести людям в эту профессию, не просто повторив какие-то методологии, а принести что-то свое, дать что-то людям. Это очень важно, потому что у нас психотерапевтов и психологов, знаете, в каждом доме, я уже говорил, да, по психологу, только почему-то от этого людям не легче. Но тут работает правило Паретто, 20 на 80, что 20% дает только результат. Соответственно, 20% психологов и психотерапевтов России действительно дают результат, остальные 80 так. Поэтому, конечно, вам тяжело. Но главный тезис ответа на этот вопрос – не бойтесь искать. Тут возникает замечательный феноменальный вопрос дальше. Алексей, но у меня же город маленький, я же в маленькой деревне, «Как я буду искать психотерапевта? Это же ужасно!» Ответ. Вы меня как-то нашли? Ролики мои увидели. Значит, у вас есть интернет. Если у вас есть интернет, скачать бесплатно программу Skype не составит для вас проблем. Если у вас есть программа Skype и интернет, вы можете работать с любым психологом и психотерапевтом мира. Вообще. Из любой точки мира и любой страны. У меня есть клиенты, которые работают со мной. Из Америки, из Англии, из Европы, из СНГ. Даже у меня кто-то из Китая нарисовался. Или из Японии, не помню. Откуда-то оттуда. Понимаете? Нету проблем сейчас. Мир давно перешел на интерактив. Просто вы к этому еще, к сожалению, не пришли. Что нас с вами не обязательно должно соединять вот это вот. Да? Особенно это касается психотерапии, когнитивно-поведенческой тревожно-фабических расстройств ваших. Практика показала, что дистанционные занятия парадоксальным образом во многих аспектах эффективнее, чем очные. Я могу это доказать. Я много спорил с коллегами по этому вопросу. Наверное, сейчас ролик смотрят психотерапевты и удивляются, как это так. Я вам объясню мое предположение. Вы знаете, что такое сопротивление? Что такое защита? Это я сейчас психотерапевт. Вот по моему глубокому мнению и практике, и как говорят мои клиенты, что, Алексей, если бы мы сидели перед вами очно, мы бы никогда бы и никому не рассказали то, что я рассказал вам или рассказал. Потому что именно дистанция порой помогает снять это напряжение, быть более честным, более искренним, преодолеть эти защиты. Конечно, психоаналитики сказали, что надо было бы подождать год, пока он созреет с преодолением защиты. Какой нахер год? У него офис, у него зарплата, у него работа, у него дети и семья. Да, ему умирать через 35 лет, потому что ему 50. Какой год на то, чтобы он преодолел свои защиты, понимаете? То, что можно сделать дистанционно, дает замечательный результат. Да, я соглашусь, что есть техники, например, гипнотехники или расстановки, которые невозможно сделать дистанционно. Или там вот эти картишки юнгианские, да, понятно. Но самые эффективные методы и техники замечательно работают дистанционно. Поэтому ваш тезис по поводу дистанционно – это не то, это вот пусть остается в 90-х годах с вами и ради бога. Дальше. Всем не помогает психотерапия. Мне вот психотерапевт не помог. Вот смотрите, сам термин, все термин, сам, как вы задаете вопрос, мне не помог. Я бы вам рекомендовал, было бы лучше, если бы вы понимали, что психотерапевт не человек, который помогает в прямом смысле. Психотерапевт – это человек, который старается вас навести на определенного рода размышления о причинно-следственных связях и о вашем поведении. Ну, сначала идет научающая часть, это понятно, но в целом психотерапия, психотерапевт – это человек, который вас подводит к осознанию некоторых процессов и помогает двигаться в правильном направлении. Если у вас в этом контакте с психотерапевтом что-то не идет, это тоже нормально. И не надо говорить, что он мне не помог. Честнее и правильнее будет сказать, что у нас не получилось взаимодействия. Либо это ошибка со стороны психолога, либо это ошибка со стороны того, что вы не нашли контакт, потому что, ну, простите, не с каждым человеком вы сможете наладить какие-то отношения, чтобы раскрыться и как-то ему довериться. Согласитесь, но не каждый же. Перед вами сидит психотерапевт там какой-то, да, вы чувствуете недоверие, чувствуете какую-то скованность. Конечно, у вас мало что получится. Как правило, психотерапия идет тогда, когда вы преодолеваете вот эти первые моменты сопротивления, вы притираетесь, и дальше же становится все как по маслу. Не факт, что вы притретесь. Поэтому мне психотерапевт не помог. Да, тут лежит ответственность на обоих. Как на терапевте, так и на вас. Может быть, вы просто не выполняли упражнения. Может быть, он до этих упражнений так и не дошел. В силу каких-то факторов. Может быть, вы вечно скатываетесь на какие-то защиты. Он пытается эти защиты пробить. У меня есть клиенты, я у которых пятый, шестой, седьмой. Но в основном второй, третий. Но тем не менее, понимаете? И это нормально. Потому что есть, допустим, у меня клиент, от которого отказалось несколько психотерапевтов. Я вот держусь. И поверьте мне, не просто так. Потому что сила его обесценивания, процесса, настолько сильная, что не каждый психолог и психотерапевт может это обесценивание выдержать. И это очень важно. Поэтому профессия психотерапевта-психолога относится к профессии риском. Потому что то количество негативного сопротивления, обесценивания и собственного, то, что вы приносите на психотерапевтический процесс, даже дистанционно, достаточно сильно изнашивает психику терапевта. И здесь очень важна личная терапия самого психолога, лично его проблема. Потому что очень многие психотерапевты приносят очень много своих проблем в психотерапии и начинают вставать в позу гуру. А, я тебе скажу сейчас что? Я тебе сейчас скажу все. Подожди. Я аж психолог. Корона, о. Это проблема. Да, у меня тоже жесткий подход. И объясню почему. Вот тут вопрос, Алексей, не кажется ли вам, что вы порой слишком жестко относитесь к своим клиентам? Да. Возможно. Я согласен. А я могу аргументировать это. Есть психотерапевты, которые любят поглаживать своих клиентов. Карл Роджерс, конечно, молодец. Я его очень уважаю. Клиент-центрированная терапия это очень правильный подход. Но лично мое терапевтическое мнение заключается в том, что поглаживание долгое, оно хорошо для пограничных клиентов. Так называемая поддерживающая терапия, тогда, когда мы понимаем, что в принципе ему ничего не поможет, надо просто быть рядом, ему уже от этого хорошо. И годика два-пять вы с ним, а там глядите, что наладится. Но я не сторонник пятилетнего поглаживания. Мой профиль называется тревожно-фобические расстройства, куда входят и ОКР, и социофобия, и паника. И я считаю, что сроки идеальной работы до полугода. Примерно так. Все, что выходит за рамки полугода, для меня уже является как бы, ну так, уже звоночком. Все, что ближе к году, является уже таким тревожным звоночком. Я считаю, что да, я порой жесткий. Но вот эта жесткость, она сродни коучингу. Потому что мой подход и когнитивно-поведенческий, если вы возьмете американскую литературу, то американские психотерапевты рассматривают когнитивно-поведенческую терапию как тренерскую работу отчасти. Она действительно подразумевает очень много объяснений я. И домашних заданий. То есть фактически это тренерская работа над личностью, над мышлением. И это правда. Именно поэтому она является очень эффективной. Потому что человек не только анализирует себя и меняется, он еще растет. Потому что я должен занять тренерскую позицию и я должен выстраивать определенные отношения. Потому что если я буду сюсюкать, мурлыкать и поддерживать вас несколько лет, я не очень люблю такой процесс. Да, я порой могу поругать, я могу на чем-то настоять, я могу достаточно жестко что-то аргументировать, и я могу это объяснить, почему я это делаю. Потому что, к сожалению, кроме меня, в вашей жизни это никто не сделает. И подчас 80% моих клиентов это и нужно. Чтобы им, простите, дали пинка. Чтобы они подняли третье место с дивана и пошли что-то сделали. Если я буду сюсюкать и облизывать вас, ну ты не бойся, зайчик, ну ты не умрешь в метро. Ну да, посиди еще пару месяцев дома, ничего страшного. Зачем? Не надо никуда идти. Посиди и травку попей, конечно. Закинься феназепамом, и все будет хорошо. Не волнуйся, посмотри мои ролики. Все будет в порядке. Мысли материальные, думай о хорошем, визуализируй, зайчик, что ты хорошо едешь в метро, все будет в порядке. Вот этот мыслительный анализм я не люблю. Я люблю много рассказывать, много пояснять человеку, затем выстраивать четкую программу и по ней работать. Вот это вот размазывание соплей на долгие годы вперед мне не очень нравится. Поэтому у меня достаточно узкий профиль расстройств, потому что в него вписываются как раз люди такие, которым это нужно. Но если кто-то считает, что я жесткий, вы имеете полное право со мной не работать вообще. Как бы это ваше личное право. Дальше. Почему у ребенка в 3 года ставят диагноз ВСД? Не могу понять. Тут же ВСД, невроз и паническая атака это одно и то же. Я запуталась. В чем разница? А, как лечить ВСД и невроз? Тоже оттуда же. И не могу понять, как можно свести детство и паническую атаку и неврозы, и ВСД. Причем здесь детство. Но давайте как-то хором ответим на все это. Действительно, многие психологи и психотерапевты не совсем понимают сути того, чем они занимаются. Считается? Ладно. Не так. Не считается. Давайте я конкретно отвечу. Почему у ребенка в 3 года ставят ВСД? Ну, представьте себе одну из теорий, что к вегет сосудистой дистонии и к неврозу приводят переутомление. Идиотская теория. Могу объяснить, почему. Действительно, детям в 3-4 года ставят ВСД. По вашему мнению, что? Ребенок уже в 3 года переутомился? Странно. В 7 лет ребенок переутомился. Прям вот он похавал, как папа Карла. Правда? Странно. В 15 лет человек школу заканчивает, у него первые панические атаки. Он безумно переутомился. Вы не представляете. К 15-16 годам парень, как раб на галерах, фигачил и уже переутомился настолько, что, в принципе, топ-менеджер Лукойла отдыхает вообще по сравнению с ним. Тут кто-то может парировать. У каждого человека своя психика. Ребят, топ-менеджеров, президентов, психологов и так далее не отливали на заводах. Наша вегетативная система устроена одинаково. Мы с вами состоим из одних и тех же органов. Мы с вами отличаемся с точки зрения психического аппарата исключительно в том, как он закладывался и какие навыки мы приобрели. Да, действительно, есть некоторый генетический фактор, который может быть унаследован генетически, как анатомически, так и нейрофизиологически. Но этот фактор лишь фактор. Он не главный момент, кто работает, а кто нет. Это лишь фактор. Теперь еще один момент. Почему ребенку ставят в 3 года ВСД? Потому что у ребенка есть проявление симптоматическое, то бишь функциональное какое-то отклонение, либо по сердечно-сосудистой системе видит эхикардии, либо кишечник, либо он жалуется на что-то, какие-то боли. Ребенка обследуют, не находят общей патологии, поэтому записать конкретно нечего, и принято писать в нашей, к сожалению, стране вегето-сосудистая дисфункция или дистония. Потому что как бы все окей, но есть что-то сбой какой-то. Вот они это и пишут. Поэтому в 3 года у ребенка нет никакого переутомления. Но есть в 3 года просто особенность работы вегетативной системой. Там ничто не истончилось, там ничто не нарушилось. Есть просто особенность функционального состояния. Кстати говоря, не факт, что у этого ребенка будет потом невроз. Вы должны это понимать. Что у нас диагноз ВСД стоит практически в каждой второй карте СНГ. Согласны? Но не у каждого второго, слава богу, гражданина СНГ, невроз и панические атаки. Поэтому диагноз ВСД и невроз и панические атаки это не связанные, ну, четко, с вещи. Потому что вам могут поставить ВСД, и у вас никогда не было ни панических атак, ни фобий, ни страхов, ни обсессий, ни компульсий. У вас просто есть этот диагноз НЦД, ВСД. Вы говорите, блин, у меня тоже есть. У меня тоже есть, но мне как-то нормально. У тебя тоже ВСД, да? Тебе что, кроет? Прикольно, странно. А у меня тоже есть, меня не кроет. Ведь есть такие люди, вы сейчас себя узнали, или своих друзей. Мама вам говорит, да, у меня тоже с детства стоит в карте. Но у меня же все нормально, значит, дочка, и с тобой все хорошо. Папа приходит, говорит, дочь, смотри, у меня тоже ВСД написано, но я же живой и здоровый. А дочка помирает, понимаете, каждый день. Почему? Потому что диагноз ВСД и невротическое расстройство это совершенно разные вещи. Они никак не связаны, что ВСД сначала, потом невроз, потом паника. Нет. А теперь смотрите. Давайте я вам сейчас кое-что объясню. Вопрос такой. В чем причина ВСД, невроза и панической атаки, при чем здесь детство? Смотрите. Вы должны понимать, что паническое расстройство и все невротические, они не происходят просто так, потому что вы переутомились. Но глупо было бы считать, что все, кто переутомились, износились и заболели. По этой самой логике, каждый второй человек бы сейчас бы болел неврозом. Поверьте мне, ребят, есть люди, которые работают и учатся больше, чем вы, у которых проблем гораздо больше, чем у вас. И объективно, если вы посмотрите на свою жизнь, у вас ничего такого сверхъестественного в жизни-то не происходило, чтобы совсем вас катком переехало. Ну да, учеба, ну да, работа, ну да, отношения в семье, ну да, где-то какие-то ссоры, скандалы. Но согласитесь, в рамках того, что происходит в целом с людьми, ничего такого из ряда вон у вас не происходило. И это очень важно. Поэтому философия о том, что у вас невроз возникает от переутомления, в корне неверна. Потому что люди, которые болеют неврозом и паническим расстройством в том числе, по большому счету, ничего такого сверхъестественного в эти годы развития своего состояния не делали такого что-то сверхъестественного. Многим кажется, что выглядит это вот так. А, кирдык, да? У меня напряжение росло, а потом меня накрыло. Нет. Смотрите. А вегетативная ваша система устроена у всех людей одинаково. Вспомните, пожалуйста, себя, когда вы сдавали экзамен. Поднимите руки, кто сдавал экзамены в школе и в институте. Сдавали. Вспомните, пожалуйста, как вы себя чувствовали на экзамене или важном собеседовании. Кто проходил еще собеседование? Ручки потели? Ладошки. Потели. Подмышки потели? Потели. Сердечко стучало? Ой, стучало. Слюна. Да, слюны было меньше. Рот сох? Сох. Поэтому стаканы с водой стоят на заседаниях. Глотать было тяжело? Было. Ком в горле был и слова путались? Был. Перед комиссией было такое состояние, что вы сейчас вообще упадете, вы ничего не соображаете, мысли расплываются. У кого-то да. В туалет по-маленькому гоняли? Гоняли. По-большому поджимало? Порой поджимало. Тревога была? Была. Ночку не спали перед экзаменом? Не спали. Вспомните, ведь то, что я сейчас вам назвал, это есть не что иное, как ваши жалобы. Удивились, правда? Объяснить почему? Потому что то, что я сейчас назвал, называется функциональностью вегетативной системы. Вы находитесь на экзамене, это некоторый стресс для вас, и ваша вегетативная система увеличивает свои обороты естественным путем. Как здесь вас вылечить? Сдать экзамен, уйти, и вас отпустило. По этой самой логике вы заболели вегетативной дистонии на момент экзамена, а потом вы вылечились. Понимаете? Вот тут-то у вас у всех и в голове и ошибка. Что вы принимаете обычное вегетативное напряжение, как вам кажется, беспочвенное, хотя это неправда, есть причина, за какую-то затяжную болезнь. Нет. Вы себя вегетативно чувствуете ровно так, как будто вы каждый день сдаёте экзамены, проходите собеседование. Просто потом это начинает немножко приступообразно проявляться, потому что вы не видите, почему. Потому что для вас выйти на улицу – это фактический экзамен. Приехать на работу – это фактический экзамен или собеседование. Вы просто не видите этих интерпретаций. И моя работа вам это показать. Теперь смотрите. К неврозу они приводят переутомление. Человек, у меня куча клиентов, которые жили счастливо до невроза. И потом в один прекрасный момент их накрывает паника. Он говорит, да я вообще миллионер, у меня вообще всё хорошо. Или допустим, да нет, у меня было всё нормально, я как-то работала, ну да, были там какие-то сложности, но нет. Не переутомление. А смотрите, что есть ваше детство, в котором формируются стратегии думать определённым образом, стратегии чувствовать и выражать чувства определённым образом и эмоции, и стратегии поведенческие – вести себя определённым образом. Вот это три стратегии – думать, вести и чувствовать – формируют вашу личность. И вы с этой личностью топаете дальше. И когда происходят определённые ситуации в вашей жизни, которые подходят как ключ к замку этой личности, которые вот здесь сформировались, вот у тех невроз и формируются, у тех, у кого ситуации подходят как ключ к замку, у тех, у кого эти ситуации не подходят к особым вот этим вот моментам личности из детства, не вызывают здесь напряжение. Как только вы попали в ситуацию, которая противоречит важным убеждениям, или важным целям, или важным стратегиям, здесь формируется напряжение. Вследствие чего… Внимание, сейчас все! Вследствие чего вашего этого напряжения возникает сначала просто вегетативное напряжение. ВН, пишу, вегетативное напряжение, тахикардия, комп в горле, головокружение, что хотите, всё вегетативное. Кишечник, желудок, бессонница, нереальность при видении и так далее, тахикардия, опять же, да, боли всякие в разных частях тела. Сначала возникает вегетативное напряжение. И затем, если эта проблема не устраняется, вегетативное напряжение переходит в защитные реакции. У нас какие защитные реакции? Страх, тревога, обсессия, компульсия. Как они распределяются, вы узнаете в следующем ролике. Итак, ещё разок. Причём здесь детство. Дорогие психологи, учитесь. Тот, кто считает, что детство ни при чём у пациентов. У вашего пациента есть детство. Примерно исследуйте возраст до 15 лет, в котором есть, приобретаются стратегии думать, чувствовать и вести себя определенным образом. Формируются его миссии жизненные. Затем идёт его жизнь. И какие-то обстоятельства его жизни начинают попадать в противоречие этим убеждениям и миссиям. Это противоречие вызывает у него сначала вегетативное напряжение, вследствие незнания ваших пациентов, что такое вегетативная система, хотя на самом деле и в этот момент он испытывает всё то же самое, что и на экзамене, или при драке на улице, или при оргазме, допустим. Он не видит этого. Он это самое проявление вегетативного напряжения трактует как страх смерти от сердца, от задыхания и так далее. И формируются уже фобические тревожные механизмы. Понятно? Кому непонятно, перемотайте, ещё раз послушайте. Поэтому, когда вам говорят, что детство и тревожно-фобические расстройства и панические не при чём, это детский сад. Как раз-то именно детство и личность тут и при чём. Потому что личность ваша формируется в детстве. Она не тревожно-мнительная. Да, элементы тревожно-мнительной личности есть. Но почему? Потому что вас так воспитали. Это первое. И это ваше детство. Тревожно-мнительная личность не рождается. Тревожно-мнительная личность становится благодаря такой же тревожной маме или папе. Вашей миссией жизненной стать крутым парнем, вы с этим не родились. Отношения детства так сложились. Поэтому, когда вам скажут, что панические атаки и неврозы и вегетативное напряжение не связаны с детством, это смешно. Вот это понятно? Перемотайте, ещё раз посмотрите. Вот это вам не расскажет никто. К сожалению, почему-то. Дальше идём. Меня поставят на учёт, если обращусь к психиатру по месту жительства в ПНД. ПНД – это психонерологический диспансер. Нет, ребят, никого в мире не лишили каких-то привилегий из-за того, что у него панические атаки. Даже ОКР. Вам не грозит инвалидность, вас не лишат водительских прав. Вот невроз не является социально опасным. То, что вы боитесь, что вы что-то сделаете, вы не сделаете. Об этом тоже в следующем ролике про ОКР буду рассказывать. То, что вы боитесь сделать, наоборот, перестраховывает вас о том, что вы это не сделаете. Люди, которые делают страшные вещи, неконтролируемые поступки, они этого не боятся. Они очень хотят этого сделать и считают, что они делают очень правильно. Поэтому ваш страх, что вы так можете сделать, наоборот, защищает вас и не даст вам этого сделать. Потому что у вас есть тестирование реальности, что это плохо. Поэтому на учет вас не поставят, психушку вас не закроют. Не бойтесь. И никаких билетов вам не выпишут. Может быть, вам дадут отсрочку от армии и назначат на обследование. Если вы еще военно пригодный. Ну, по возрасту. Сойду ли я с ума? Ой, тоже частая тема. Никто в мире от невроза с ума не сошел. Невроз не перешел в психоз. Если только это не тяжелый истерический невроз, который уже на грани пограничности. Есть сами неврозы, которые гуляют на пограничном моменте. Но, опять же, это не психопатия. Просто их реактивность порой настолько велика, что как бы это, ну, выходит за рамки классического невроза тревожного, фобического и так далее. Но, чтобы начать говорить с инопланетянами, видеть какие-то там, я не знаю, людей, которых не существует. Помните фильм «Игры разума» и «Остров проклятых»? Вот вам классическая шизофрения. Когда вы видите того, что не существует. Вы говорите, видишь белочку? Нет. А я вижу. Вот вам, пожалуйста, белочка. В прямом смысле, психиатры меня поймут. Вызывайте галочку. Это шутка психиатрическая. Поэтому вы не сойдете с ума. От вашей тревоги... Еще есть такое, знаете, у меня вот клиенты, точнее, ребята в ВКонтакте спрашивают, могу ли я сойти с ума от того, что я слишком много, долго нахожусь в состоянии тревоги и паники. Нет. Вам ничто не грозит. Вы не сойдете с ума. Единственное, что находиться долго в состоянии вот этого невроза, это достаточно выматывает. Это достаточно тяжело, поэтому может развиться вторичная депрессия. У вас может случиться, ну, истерика и нервный срыв, потому что, ну, надоело не лечиться. Поэтому я вас очень прошу, пройдите обследование и найдите себе психотерапевта. Единственный ответ, что мне делать, Алексей, пройти обследование и найти психотерапевта, либо очно, либо дистанционно. Других ответов нету. Психотерапия. Как работает таблетка в неврозе ВСД? Замечательный вопрос, и на этом закончу. Смотрите, вы, дорогие мои, думаете, что приняв транквилизатор или антидепрессант, он как-то влияет на вашу вегетативную систему и вас отпускает. Так? Тот, кто так думает, глубоко заблуждается. Тот, кто думает, что приняв таблетку, что-то происходит в головном мозге, там перестраиваются гормоны и меня отпускает. Это правда, но не вся. 99% то, что сейчас от меня услышат, никогда об этом не знало. И вам никто об этом никогда бы не рассказал. Смотрите, что происходит. Когда вы принимаете, допустим, ваш любимый феназепам или махаете 100 грамм водяры и начинаете танцевать на дне рождения. Ла-ла-ла-ла-ла. Вы танцуете. Вам становится, знаете, социофоб, который сидел вот так вот. Махнул 100 грамм водяры и пошел цыганочкой с выходом. Понимаете? Удивительно. Примерно то же самое происходит, когда вы принимаете транквилизаторы и курс антидепрессантов. Те обстоятельства, которых вы когда-то боялись и которые у вас вызывали тревожные мысли, просто вас не парят. Вам абсолютно, что о вас подумают? Вам абсолютно, что люди скажут. Вы просто идете. Вам так же на ваше сердце и на ваше дыхание. Да умиру и умру. А с цыганочкой с выходом. Я под таблеткой. Понимаете? Таблетка просто делает вам по-фи-гу. На смерть. На оценку. На еще что-то. А когда то же самое происходит, когда вы приходите в ночной клуб, такой стоите, мнетесь, а потом шарахнули и давай, девчонки, ла-ла-ла. Понимаете? То же самое. Вам отключаются механизмы в гипоталамусе когнитивного процесса. Потом нарисую, как это происходит. Поэтому, когда вы таблетку принимаете, вы думаете, что он что-то делает с вашим мозгом, с вашим телом, восстанавливает вегетатику, блядь, что-то восстанавливает там. Да нет. Вам просто временно становится пофиг на определенные процессы. Вы их перестаете интерпретировать так, как вы их привыкли. Как только таблетка уходит, вы продолжаете интерпретировать ситуации так, как и раньше. Поэтому у вас 90% рецидивов. Ко мне обращалось много и психологов, и клиентов, которые принимали в свое время таблетки понимали, что как только рассасывается прием препарата, опять все возвращается. Именно потому, что я вот сейчас вам сказал, что пока вы принимаете препарат, он не делает что-то с вами волшебного в плане сердца. Кто знает, что такое волокордин? Кто считает, что это сердечный препарат? Поднимите руку. Кто поднял руку, тот ошибся. Валокордин это барбитурат. Фенобарбитал и прочие ингредиенты никак на сердце не влияют на вашу вегетативную систему, технически они ее растормаживают, но главное, они влияют на вашу центральную нервную систему. Вам вдруг становится по-ба-ра-ба-ну. Вспомните себя под действием тяжелого антидепрессанта или транквилизатора. Да вам пофигу мороз, хоть в трусах на улицу, давай, Ваня, ла-ла-ла, понимаете? Потому что вам просто становится все равно. На оценку людей, а давай пойдем, а пофиг на сердце, становится по барабану на свое здоровье и жизнь. Как только препарат заканчивается, у вас возвращается критика, и говорите, как это? Нет, что вы по мне подумаете, если я упаду? Я же буду лежать, но это нет, я дома посижу, а если я умру, у меня же тихикардия, естественно, потому что это вегетативно. Понимаете, что делает таблетка? Поэтому в мировой практике считается эффективным комбинированно, но комбинация антидепрессантов и психотерапии в комбинации только тогда, когда это остро показано раз, и как только заканчивается курс антидепрессантов, сразу же вклинивается очень интенсивный блок психотерапии на полгода. В нашей стране, к сожалению, блок интенсивной психотерапии остался за бортом, самое главное. Просто назначают таблетки, вам время остановится на то, что у вас в жизни происходит, а потом вам вдруг опять не, и все, и все провернулось. Поэтому, чтобы вам было по барабану, есть психотерапевты, не только я, много хороших других, которые учат вас вести себя так же, что вам становится по барабану, только не на симптомы. Многие говорят, Алексей, это просто надо научиться, смириться. да нет, надо найти вот это внутреннее противоречие, затем понять, почему оно вообще случилось противоречием. Когда вы это и это поймете, вы поймете, как это решить, а когда вы это решите, вот это вот, у вас не будет вот этого вегетативного, а если не будет вегетативного, у вас не будет и фобического защитного. Понятно? При чем здесь детства? Именно стратегия интерпретации детства, интерпретации личности формирует отношение к ситуациям. Именно поэтому в разных, в одних и тех же ситуациях разные люди реагируют по-разному. Кто-то сломал ноготь и повесилось, а кто-то сломал ноготь и посмеялось. Кого-то бросил муж, и она в депрессии, в неврозе, а кто-то пошел и нашел другого. Кого-то уволили с работы, и он в панике, а кто-то по барабану. Кого-то кто-то боится отчислиться из института, потому что папа заругает, а кому-то все равно, если папа заругает, потому что это и есть детская система. Поэтому невроз и вегетативная система очень тонко и четко связана с детским формированием. Надеюсь, вы это, дорогие коллеги, когда-нибудь поймете. Ну и последний вопрос, как вам записаться и что будет новенького? Честно сказать, я готовлю всем большой сюрприз. Не буду раскрывать все карты. Сначала выйдет новый сайт, а потом вы увидите большой сюрприз. Этот сюрприз будет очень... Я считаю, что это будет большим прорывом для психотерапии и вообще для помощи большому количеству людей. Потерпите еще чуть-чуть. Записаться ко мне можно через контакт или через скайп, но, к сожалению, пока что не все могут со мной работать, потому что мест практически нет. Я набираю новые группы, группы эффективные, даже мне эффективность подчас превосходит персоналки. Следите за новостями на портале, следите за новостями ВКонтакте, подписывайтесь ВКонтакте на обновления, чтобы быть в курсе. Скоро выйдет новый сайт, примерно через несколько недель, и на этом сайте вы увидите тот сюрприз, о котором я вам говорил. Этот сюрприз поможет сотням, тысячам людей справиться с основными симптомами, с основным и вегетативным, и тревожно-фобическим поведением. Пишите, до встречи, пока.